Около 190 участков и только на 40 из них могут по закону претендовать сочинцы. Речь о садоводческом товариществе «Курортник-2». 10 гектаров земли распределили между гражданами в 90-х годах. Кому и сколько – отразили в списке. Это чуть ли не единственный документ, утверждающий в правах собственников. Однако в архиве большая часть страниц оказалась утеряна. Объединение пансионата на Адлерку в этом городке. Миленин был. Он выдавал земли, даже частично документы старого образца имеют. И вот суд отказывал. Ответчикам было вовсоединиться. История, как и многие другие, запутанная, но решение нашлось. Членам садоводческого товарищества депутат предложил заказать проект развития территории. Это позволит по новой распределить земли и получить необходимые документы. С просьбами помочь Константину Затулину обращаются не только жители Сочи, Абширонска и Белореченска. Людмила Гончарова приехала на прием из Жуковского. Я обратилась к Константину Федоровичу с вопросом о помощи моему брату родному. Которому уже находятся на пенсии, ему 70 лет. И он воспитывает один-двоих детей, семилетних. И я попросила его помочь, чтобы дети получили достойное образование и были достойными людьми нашей страны. Достойное образование в кадетском корпусе стороны договорились детально обсудить в столице. Рассмотреть в ближайшее время Константин Затулин намерен и проект этнографического комплекса, который будет посвящен культуре грузинского народа. С предложением создать его в селе Пластунка выступил сочинский активист. Это большая, конечно, такая задача, потому что нигде не лежат деньги, которые ждут этого. Нужно сплотить вокруг этого грузинскую общину и так далее. Но мне удивительно то, что он приходит по этим вопросам. Что касается представителей общины, они как-то до сих пор скромничали и по этому поводу никогда ко мне не обращались. Но надеюсь, что вот этот случай поможет. В планах у Константина Затулина и решение общенациональных вопросов вскоре депутатские каникулы прервут парламентские слушания, на которых перед вторым чтением обсудят во многом противоречивую пенсионную реформу.